В ночь седьмого на восьмое июля в Гатчине состоится нечто грандиозное. Это девятый уже международный фестиваль «Ночь музыки в Гатчине». И сейчас у нас есть уникальная возможность узнать все подробности этого грандиозного действия. Наши гости. Заместитель директора Государственного музея-заповедника Гатчина Елена Гладкова и художественный руководитель театра «Мюзик Холл» дирижер маэстро Фабио Мастранджело. Здравствуйте. Доброе утро. Очень рады вновь видеть вас в нашей студии. И в этом году тема, главный такой литмотив фестиваля – это век музеев. Вот эта тема, она каким-то образом отразилась на программе фестиваля? Если да, то как? Как составлялась программа, исходя из этой темы? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, мы очень внимательно и очень долго согласовали программу. Мы так подумали, что подойдет к делу, ну, если первое отделение полностью русская музыка, русская классика, там будет и Чайковского музыка, Чайковского, Римского, Корсакова, Лядова и так далее. А во втором отделении более, ну, такая, международная, так как происходит в эти дни, конечно, чемпионат мира по футболу. Мы подумали, что мы тоже можем показать, что музыка тоже способна как-то им показать разные страны. И там будет еще, мне это очень приятно, что присутствует в программе музыка Бернстайна, поскольку я у него учился. Что вы говорите? У Леонарда Бернстайна, у самого? Да, да, да. Потрясающе. Поэтому мы там играем, по-моему, мамбо из «Весайской истории», и овертюра к оперете «Кандид» и так далее. Ну, и плюс еще очень-очень... Там Гершин еще, по-моему. Еще Гершин, еще прелюдь Листа, еще венгерский танец «Брамса» и так далее. Ну, классика. Супер-классика. Супер-классика. Ну, великолепная программа. Кстати, завтра день рождения у Ринго Стара, может, что-нибудь из «Битлз»? Это уже тогда будет на бис. Что-нибудь очень ритмичного, потому что у Ринго Стара помнит. На самом деле, мы сейчас видим кадры, уникально организована сама сцена. Расскажите, пожалуйста, ведь, насколько мы понимаем, сцена располагается прямо на глади Белого Удера. Это так? Да. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла такая идея и насколько сложно это все организовать? Это действительно очень сложно. Это большой технологический процесс. Нам помогают военные. Военные? Да. Ну, помогают, да. Что себе? Конные. Сцена стоит на понтоне. Это сложная система. Вчера, когда монтировали, в какой-то момент оказалось, что одна из секций понтона отделилась. И мы уже боялись, что она поплывет по озеру. Озеро большое, это белое. Пережурок идет. Да. Пришлось ловить, монтировать. Надо понимать, что такое количество народа на сцене, это ответственно происходит какой-то производственный процесс у музыкантов. И надо, чтобы ничего не мешало, чтобы сцена стояла очень уверенно на воде. И из года в год мы совершенствуем все наши технологии и учитываем ошибки прошлого. И у нас очень хорошие партнеры, которые именно обеспечивают техническую часть. Мы надеемся, что все будет замечательно, как обычно. Это очень красиво, потрясающе. А что со звуком надводного? Если честно, у меня есть воспоминания. Хотя это первый раз с новым коллективом Северной симфонии. Мы уже там были с оркестром Эрмитажа тогда. Это было где-то 7 лет назад. И, во-первых, я помню, что впечатления вообще шикарные. Потому что публика стоит довольно далеко, но они настолько с таким энтузиазмом воспринимают. Они просто кричают очень сильно. И получается, ты оттуда. Звук был неплохой. Звук был довольно хороший. И такой ход и сильный, но сбалансированный. Поэтому как-то нам было приятно там играть. Единственное, что я сейчас вспомнил, что комары очень много были. Так что я думаю, что придется либо с собой репелленство. Мы закупаем, мы обеспечиваем теперь. Мы, опять же, учли ошибки прошлого. Судя по погоде сегодняшнего дня, нам есть чего опасаться и завтра. Как вот этот вопрос может быть решен? Или нужно просто с собой захватить зонт или дождевик? Конечно, зонт, дождевик. Теплые вещи обязательно. Потому что почему-то очень многие приходят ночью, даже в хорошую погоду. Ну, вроде легко одеты, да, потом начинают мертвы. Это ночь. И это большая влажность на воде. Конечно. Ну и дождевики мы предполагаем продавать. По невысоким ценам там для тех, чтобы для людей, посетителей, чтобы было комфортно. А что с другими моментами организации? Ведь много народу. Да, много, да. Где парковаться? Вот эти моменты продумываются? Совместно с администрацией Гачинского района мы организовали дополнительную парковку. Не применительно к этому мероприятию. Вообще она сейчас существует. Она расширена. Внутренние войска, милиция, полиция города Гачина разрешает парковаться в любой точке, прилегающей к дворцу. То есть эвакуаторы работать не будут. Это однозначно. Поэтому в эту ночь автолюбители, владельцы машин могут оставлять машины там, где будет свободное место. Ну что, желаем все-таки заодно хорошей, отличной погоды. Хорошая музыка будет, я обещаю. Мы в этом уверены. Мы в этом просто уверены. Забегая немножко вперед, Елена Владимировна, через месяц с небольшим еще одна ночь в Гачине состоится. Это будет ночь света. Да, это ночь света. Притом интересно то, что у нас будет не одна ночь, а две. У нас будет две ночи света и один день. И вот вы знаете, наш корреспондент Дарья Богдашкина заранее уже начала готовиться к этому мероприятию. Давайте занимаемся с пьянаж.